Приветствую вас! Странные это люди политики и еще более странный народ, который цитирует этих политиков. Один из политических деятелей заявил, что в ближайшее время не стоит ожидать радикальных переломов этой войне. Ах, открытие взял, родной! Я про это два года назад ему рассказывал, не стоит! Тогда он что говорил? Две-три недели! Ну, вообще, по большому счету, что касается две-три недели, Киев за три дня, война закончится в ближайшее время, это все... Боже милости! Тут знающие люди напомнили историю. Когда начиналась Первая мировая война... Первая мировая война... В принципе, в Российской империи все считали, война будет два месяца или три. Кто говорил, будет шесть месяцев, его тапочками закидывали! Вы что?! Ужас! Мало того, уже многие российские офицеры переживали брать с собой парадную форму... Будет же парад в Берлине... Победный парад... Или все-таки выслать по почте! Вот какая проблема! Да! Глупость политиков, дебильство народа не имеет границ! Опять же, вспоминая Российскую империю, когда началась Первая мировая война, даже, скажем так, те, которые критиковали царя-батюшку... Молебни заказывали за победу русского оружия... И да-да-да-да... Все говорили... В Сочельник будем! В Берлине! В Стамбуле! Ну, в зависимости, кто что хотел... Было? Было! Ну, что? Повторяется? Глупость, да! Люди всегда... Вот, начинается война... Говоришь, родные мои, война-то надолго! Войну легко начать, тяжело закончить... Нет! Ну, нам сказали... Вы что, идиоты?! Кого вы слушаете?! Эти идиоты постоянно бред несут! Чушь! Глупость! Вот вы возьмите хоть одну цитату... Политика... Одну! И вспомните, что они говорили месяц назад... Дебильство! Да! Этому есть логика! По этой причине, когда политика говорит... Война не закончится! То же самое, что раньше говорили... Война закончится! Да не бельмес он не знает! Не бельмес! Потому что у них мода такая! То он гавкает одну сторону, то другую... То одну, то другую... А война... Война кучится своим чередом! Да, эта война быстро не закончится! Ну, тут причина не в политиках! И даже не в армии! И даже не... Потому что, как любой процесс, который запущен, его очень сложно и тяжело остановить! Вот и сейчас! Да, вы можете ругать власть! Можете ругать кого угодно! Командующих, что угодно! Но уже на сегодняшний момент действительно... Алишер Усманов право говорит... Невозможно остановить! То есть, понимаете, какая ситуация? Действительно, сейчас российский бизнес очень сильно потерял и теряет от войны! И он это понимает! Остановить не может! Украинский бизнес тоже... Ну, как бы там не было ряд украинских больших бизнесменов, потеряли довольно много! И тоже не могут! Они понимают, но не могут! Знаете, вот когда с горы катятся! Вот и здесь! Добаловались, ребята! Добаловались! Хотели... Ах, две-три идиоты! Ну, да, да, да! Действительно, в Кремле были уверены, что как только российская армия начнет наступление, украинская сдастся, и Янукович сразу заедки! Да, да, это глупость была! Причем, абсолютная глупость! Самое интересное, что... А то они ее придумали, там, в Кремле, сами придумали! В нее поверили! А когда все провалилось, они говорят, а как же так получилось! Так вам же дебилам говорили, что ничего не сработает! Что это не будет! Нет! Так нам... А сейчас да! Сейчас восстановить архи сложно! Понятное дело, что там, говорит, вот, смотрите, вот тут такое решение приняли! Третье! Да нет! Нет! Саммит собрать! Да хоть что-то первое! 102-й! 110-й! Нельзя саммитом остановить войну! А, переговоры! Какие черт-то переговоры! Ну, сядут за стол переговоры! Война же продолжаться будет! Ну да! Так какая разница! Нет! Войну начали! Теперь надо ее закончить! А закончить ее можно только победой Украины! Другого варианта нет! Все эти промежуточные проговоры! Минске три-четыре дня! Это все ничего не даст! Только победой! Вы скажете, сколько времени? Ну, ребята, сами же хотели! Ну, это ситуация следующая! И да, действительно, вот у нас сейчас продолжается! Я понимаю, что действительно, говорит, усталость! Да я бы не сказал бы, что усталость! Уже привыкание к войне! Мать, я раньше действительно, вот, честно говоря, в прошлом году или даже в 2020 году была усталость от войны! Сейчас усталости нет! Сейчас есть привыкание! Но даже такая новость, как действительно массовый ракетный удар, который действительно массовый! За всю историю Украины такого массового не было! Да, там, потрощили, поломали, электроэнергия! Где-то не работает, где-то работает, где-то ограничение! Все есть! А новость так быстро сдулась! Что просто ужас! Несерьезно! Ну, я говорю, что, казалось бы, такая... Она сдулась очень быстро! Очень быстро! Потому что, ну, да, 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 ракетный удар, да, да, был, да, сбили! Причем сбили замечательно! Молодцы наши, молодцы! Ну, сдулась очень быстро! Ужасно быстро! И в России даже сдулась! Даже, ну, понимаете, как бы это, что пропаганда... Она сдулась! Не идет! Ну, в Украине тоже, хотя, казалось бы, ну, вы тоже, вы же рядом! Да! Ну, и по этой причине действительно сейчас привыкание к войне! А привыкание... Понимаете, какая ситуация... Люди всегда к чему-то привыкают, складываются! Уже не пугаются! Говорят, ну, вот даже есть такая ситуация! Здесь, помните, в самом начале войны, когда были там тревоги и так дальше, там, паниковали... Ну, действительно, паниковали! Было! Сейчас тревога... Ну, есть некоторые вообще... Ну, это, опять же, вообще не реагирует на это! Личное решение, личное! Кто-то действительно реагирует, но без паники! Ну, да, есть тревога, да, есть, там, боба-беж и так далее! Вот такая ситуация! Да, причем, вот, тоже интересный факт! Абсолютно интересный! Это я бы вычитал! Оказывается, когда была массовая ракетная такой атака, количество пользователей интернета в Украине резко выросло! Ну, это вот провайдеры заявили, они же как-то там замеряют количество этих всех, сколько пользователей! Так, вот, резко выросло! Резко! Не, я понимаю, что бомбоубежцы сидели и тыкали в интернет! Да! Вот такая ситуация! Да! Причем, вы скажете, ну, как же же, гибнет, ломает! Да, да! Вот, понимаете, сейчас людям объяснить, вы же понимаете, какая ситуация! Да, сейчас ДТЭКу там что-то отремонтирует! Это деньги! Ребята, это деньги! Где их, зараза, брать? И так, ДТЭК полный банкрот! Полнейший! Вот такая ситуация! Где это все, брат? И при этом поднять тарифы сложно! Народ недовольный, хотя придется поднимать! Потому что на сегодняшний момент, ну, восстановление автической системы можно только за деньги! Бесплатно это не восстанавливается! А где деньги? Только за счет тарифов! Так что, да, действительно, ну, тарифы надо поднимать! Причем радикально! Иначе, потому что, понимаете, вот эти ракетные удары будут постоянные! И постоянно будет ремонтировать! Бьют, ремонтируют! Бьют, ремонтируют! И это, ну, в тариф надо заложить! Иначе никак! Ну, по-другому не работает! Ну, не говоря уже действительно, что в любом случае удары по инфраструктуре, они, ну, для экономики наносят удар! Это есть! И действительно, с точки зрения экономики смотришь, думаешь, гады! Ой, гады! Ой, достали! И так, ну, в экономике всегда есть проблема! Тут еще это! Да! Но! Дарья говорит, ну что? Ну, и что с того? Ну, война! Ну, бывает! О, пошло, 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 пошло! Так что, хотел вас порадовать, что действительно война закончится через 2-3 недели! Ну, это будет неправда! Хотя, я так понимаю, может, действительно надо людям лгать и рассказывать, что вот! Война закончится в ближайший месяц! Здорово! Ну, мне кажется, что это уже даже не сработает сейчас! Вот, честно говоря, мне кажется, если даже сейчас развернуть вот этот вот флешмоб и говорить, что все, все, победа близка, как никогда! Сейчас сяду за стол переговоров и все! Я думаю, не сработает. Людям это рано. Ну, уже большая часть понимает, что это чушь, а те, кто не понимает, что это чушь, они и так ничего не понимают. По этой причине такая ситуация. Эта война будет очень долго, ужасно долго. И я не шучу. Ваши внуки будут участвовать в этой войне. К сожалению, да. По той простой причине, что запустить войну легко, становиться сложно. На сегодняшний момент, на сегодняшний момент, эта война может закончиться только в одном случае. Запомните, только в одном. Развал Российской Федерации. Ну, помните, развал СССР и тогда действительно, ну, территорию Германии без проблем вернули в Германию. То же самое здесь. Развал Российской Федерации даст возможность украинской армии без проблем вернуть в состав Украины Крым, Тонбасс, Херсонск и все остальные. И заодно можно Кубань и так дальше. Но только развал Российской Федерации. Первая мировой война, с чего мы начали, закончим. Она фактически так и закончилась. Там она началась в 1914, но фактически после этого она, ну, это такая позиционная война. Были наступления, причем у нас такие, что, такие апохальные наступления были. Ну, радикально ничего не менялось. То одни наступают, то другие, то одни, то другие там, ну, возможно, слышали бруссиловский прорыв. Ну, то же самое. Так что все это было. Все это было, все это было, было, было. Пока революция в Российской империи. Хоп. Все. Немецкие войска, ну, что называется, успешно взяли территорию Российской империи. Было? Было. Революция в Германии. Французские войска еще более успешно начали наступать и освободили Францию от немецких войсков. Все. А по-другому никак. И эта война то же самое. Для того, чтобы успешно освободить территорию Украины, надо развал Российской империи. Или развал Российской Федерации. То и то. Другого варианта нет. Мирные переговоры нет. Саммит нет. Конференция нет. Болтовня ни о чем нет. Нет. Только так. По этой причине говорит, когда же будет развал. Вот это вот как раз самый интересный вопрос. Может быть быстрее, а может и затянуться. В истории вообще, честно говоря, я много раз вам говорил, повторяю. За две недели до февральской революции Николай II беседовал с министром внутренних дел, который ему рассказывал, что никакой проблемы в Российской империи не существует. Что невозможно никакие там эксцесс. Прошло две недели. Так что в Российской Федерации это тоже возможно. Другое дело, что когда же это произойдет. Но это произойдет однозначно. Российская Федерация это как Российская империя. Колос на глиняных ногах. Он развалится. Но нужно время. И это время будем воевать. То есть, то есть. А пока что благодарю вас за внимание. Всего на лучшего и до свидания. Приветствую вас. Ну, если вы смотрите мой канал, значит что-то это интересует. Поэтому я предлагаю вам стать спонсором моего канала. Заходите на титульную стринку моего канала, тисните кнопочку спонсорство и два пакета для спонсоров. Дешевше не бывает и Клуб экономической мудрости. Это для тех спонсоров, которые хотят посмотреть премьерный показ эксклюзивного видео, поспілкуваться, задавать вопросы и отримать ответы. Клуб экономической мудрости. Ну, это уже если вы хотите зайти с бизнесом и не разориться. Инвестировать деньги не только в Украине, а и за кордоном. И как это сделать правильно? Ну и податки правильно же платить. Ну и самое основное. Клуб экономической мудрости – это про экономику, но настолько простыми словами, что даже если вы не экономисты, это понимаете. Так что ставьте спонсором, не пожалкуйте. Клуб экономической мудрости. Продолжение следует...